Я знал, что все вернется. Зачем мы расстались, не понимаю. Оксана? Сработала эсэмэсочка. Стас! Стас! Рита? Ты? Рита, наверное, надо было тебе давно об этом сказать. Вернее, я понял это только сейчас. Я любил и буду любить Оксану. Она моя женщина, а я ее мужчина. Ты мой мужчина? Да кому ты нужен? Протри глаза, дятел. Да на тебя мужики кончились. Щуплик. Оксана, зачем ты это сделала? Зачем? Потому что рожи в нашей довольной в магазине вчера увидела, это сделала. Вы бы сейчас на свои рожи посмотрели. Мора! Ну, ну прости меня, что помешало твоему семейному счастью. Хотя с этим-то какое счастье? Ты еще пожалеешь об этом, тварь. Да, лорд. Ты теперь на Анну молиться должен. Отмазала она тебя и, возможно, от вышки сохранила, так сказать, жизнь твою никчемную. Я начинаю верить, что метод твой криминологический может давать результаты. Лорд, вор-домушник со стажем. Действует исключительно в одиночку. А там явно убивало несколько человек. Да, лорд. Теперь ты, Аня, должен быть преданным до последнего дыхания. Блад в доску, как говорит твой брат. Два раза повторять не надо. Да, Ань, вышаг висел. Реальный. И мое тебе за это человеческое спасибо. И запомни, я всегда рядом. Подожди. Свободен. Пока. Давай дальше. Григорий Анатольевич, нашли труп девушки. Уже опознали, это Оксана Кирюшина. По-горячему задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался некий Станислав Краско, проживающий в доме, рядом с которым обнаружили тело. Соседка помогла, сказала, что Стас с этой Оксаной выпивали у него дома. Видимо, убийство в опьянке. Ясно, сейчас буду. Быстро же у вас оперативники виновных находят. Да там, похоже, все понятно. Хочешь, поехали вместе, сама посмотришь. Хочу. Здрасте. Что у тебя? Труп. Подозревал я ее в машине. Соседка на него указала, в толпе стоял. Видимо, на место преступления потянула. Посмотреть не оставил ли улик. Всех убийц тянет на место преступления. Пока не сознается, говорит, в магазин шел. Увидел толпу, подошел. Погодите, погодите, вы здесь главный, да? У меня есть очень важные сведения. Вот этот вот убийца, Стас, и убитая Оксана, представьте себе, год жили вместе. А потом она пропала. Видно, бросила она его. Стас переживал страшно. И что вы думаете, вчера с бутылочками Стас, вместе с Оксаной, к нему продефилировали. Вот я и думаю, Стас заманил ее и убил. Отомстил, стало быть. Мох. Мох. Тихо, тихо, никому. Ну что, пообщались с соседкой? У нас здесь у них самый главный детектив. Все про всех. Чаще всего старческий маразм несет. Но тут, мне кажется, она права. Да и пацан хладнокровно пришел посмотреть. Попался. Судя по характерным чертам его лица, слабые челюсти, тонкие губы, этот человек не мог вернуться на место преступления. А даже если бы и вернулся, он бы вел себя совершенной ночью. Проверяйте версию виновности Стаса Краско. Понял. Я, конечно, сильно уважаю твои методы, но тут сама не позорься и меня не позорь. Все же понятно. Выпили, вспомнил былые обиды, толкнул. Аня, извини, много дел. Ну что, Стасик, ты знаешь, что такое доказательство? Да. Ну отлично. Смотри, что мы нарыли. Нашей Оксаной Кирюшиной найдены следы удушания. Ты имел с ней интимную связь. В ней найден твой биологический материал. Итак, делаем заключение. Заманил, напоил, убил. Мотивы. Месть за измену. Ну что там у вас произошло? Сядешь, Стасик, и надолго. Скорее всего, судья тебе пяташку вкатает. А если сознаешься и поможет следствию, суд еще дает и сократит срок до лет восьми. Давайте ваши бумажки. Все подпишу. О, Петрович! Здорово! Говорят, ты уволился. Врут доброжелатели? Не врут. Вот трудовую забрал. Что, ментовская система костью в горле стала, да? Я в вашу систему не входил и входить не буду. План, папки, звонки сверху. Отпустим, не заметим, закроем, дожмем, да? Знаешь, есть очень простые слова. Обвиняемый невиновен до тех пор, пока не доказано обратное. Презумпция невиновности. О, завел свою шарманку. Я тебе еще раз повторяю. Здесь нужно, как все. Или никак. Ты думаешь, ты чистеньким уходишь, а все говно здесь осталось? Петрович, говно это ты. Слабых и ненужных внутренняя система сливает. А сильные остаются. Дела делают. А, ну да, не бесплатно, конечно. Петрович, а ты не нужен. Да, забрал. Я не кричу. Домой, конечно, куда же еще? Валя, что случилось? Петрович, сосед, сына моего Стасика в тюрьму сажают за убийство. Следователь этот ведет дело сына. Петрович, ты его знаешь? Знаю, к сожалению, знаю. Петрович, миленький, помоги договориться. Взятку дать. Я же знаю, как у вас это делается. Что ты говоришь, Валя? Какую взятку? Не могу я дать следователю взятку. Ни этому, ни какому-нибудь другому не могу. Петрович, ну зачем же ты кричишь? У меня сына отнимают. Дело в суд передают. Его там точно убьют в тюрьме. Давай я домой тебя проведу. Нет, нет, я не могу домой. Его там точно убьют. Господи, ну хорошо, сейчас я позвоню. Адвокат? Нет, не адвокат. Алло, Аня. Николай Петрович. В общем, я встретил маму Стаса. Обвиняемого в деле об убийстве Оксаны Кирюшиной. У Стаса фамилия Краско? Да. Пусть мама возьмет побольше фотографий сына и Оксаны. Приезжай ко мне в офис. Ну хорошо. Вы мне верите, что Стас не убивал? Верить не моя профессия. Моя профессия найти факты невиновности. Смотри, Петрович, по всем признакам Стас меланхолик. А значит, он легко возбудим, но нерешителен. Вы правы, решительным его назвать сложно. Полгода он с этой стервой и Оксаной встречался и никак не мог ее выгнать. Она же жила у него и в квартире, которую я ему купила. И чувствовала себя там, как хозяйка. И вы знаете, мне кажется, что Оксана делала все так, словно специально хотела насолить мне. Смеялась в лицо, когда ей замечания делала. И еще шептала, когда Стас не видел. Жила здесь и буду жить ясно. Каргастан. Ну и слава богу, Стасик нашел себе достойную девушку. Риту. Из очень приличной семьи. Жили душа в душе. Я же видела. Ну тут опять, вы понимаете, опять эта стерва Оксана на горизонте. Ну просто наваждение какое-то. Так, что есть у следствия Анастаса? Следы удушения, биологический материал, свидетель соседка. Аня, у следствия слишком много улик, виновности Стаса. И тем не менее, я берусь за это дело. Мы будем очень стараться спасти вашего сына. Спасибо. Пока не за что. Так, Валя, нам надо поговорить. Иди домой. Спасибо тебе, Петрович. Я очень надеюсь на вас. Аня, зачем ты взялась за это дело? Это же гиблое дело. Тем более, Стас сознался. А знаешь, почему я взялась расследовать дело Стаса? Потому что, когда я поставила под сомнение его вину, начальник РОВД мне сказал, Аня, не позорь ни меня, ни себя за своим криминологическим методом. Я верю в твои криминологические методы, но не в данном случае. Очень много улик. Давай я догоню Валю и скажу, что мы не можем ей помочь. А мы сможем ей помочь, если ты поможешь мне. Ты же уволился, времени много, давай. Да, я уволился. Потому что не хочу быть причастным ни к этим уликам, ни к этим обвинителям, заключениям, ни к чему. А знаешь, что о тебе в управлении уже говорят? Что Петрович своей принципиальностью прикрывает свою профнепригодность. Да они там сажают для галочки, под заказ. Вот? Ну нет шансов, Аня. Слишком много улик против Стаса. Так давай вместе найдем другие улики. Ну кто, кроме тебя, мне поможет? Нет. Прости, мне нужно где-то деньги зарабатывать. Значит, обвиняемый не виновен, но вина его доказана. Меня жена убьет. Да, иду. Ань, при всем уважении к тебе, но с этим делом все понятно. Во-первых, улик много. Во-вторых, твой Стас во всем признался. Быстро работаете, Григорий Анатольевич. План по раскрытию перевыполняете? Так, Анна, сейчас официально. Стас Краско подписал признание без всякого давления со стороны следствия. Я проверял, действительно, Ань. Он на следственном эксперименте показал, как ночью догнал под подъездом жертву и удушил. А количество алкоголя в крови достаточно, чтобы говорить о неадекватности его поведения. Так, что твой психотеп личности, как говорят уголовники, не канает. Ладно. Хочешь покопаться, копайся. Только от меня помощи не жди и свидания со Стасом не дам. Да, и времени у тебя до понедельника. Дело передаю в суд. Бабоньки, если бы не я, эта милиция никого бы не нашла. Я сразу поняла, что это Стас убил эту стерву. Вот это любовь, любовь, морковь. А чем все закончилось? Бабоньки, эта бы милиция никого бы не нашла. Здравствуйте. Мне нужна Людмила Григорьевна. Здравствуйте. Главный свидетель. Главный свидетель – это я. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Григорьевна, а вы кто? Я? Извините, я судебный следователь. Давайте еще раз в подробностях вспомним все, что происходило в тот вечер. Я могу рассказать вам в подробностях. Я вижу, вы мужчина положительный. Вот вам я расскажу. И так где-то через час, как Стас с этой своей бывшей Оксаной мимо меня прошли в квартиру с бутылочками, приехала Рита. Рита? Новая Стасика-сожительница. За ними побежала в подъезд и с таким лицом, вроде у нее умер кто-то и вся растрепанная. Погодите, погодите. А почему вы сразу про Риту следователя не рассказали? А они меня и не спрашивали. И потом, Рита же девушка хорошая, зачем ее втягивать? А это Оксанке стерве поделок. И больше в квартиру никто не входил и не выходил. А вот этого я уже не видела. Не обязана я вам тут за всеми смотреть. Дел, что ли, у меня других нет. Спасибо вам огромное, Людмила Григорьевна. Огромное вам спасибо. Смотрела. Спасибо. Мухтара, Мухача. Да. Где? Что-то ни черта не слышу. Где здесь? Да здесь. Ты в своем уме вообще? Я чуть не родила. Ань, ну а ты в своем уме назначать вору встречу возле мусарки. Вот и пришлось заныкаться. Да и замерз я. Что звала? Мне нужна помощь в расследовании преступления. Ша, Аня, ша. Братва может услышать. Ань, я, конечно, тебе должен. Но помогать мусарам в западло и тебе дороже. Значит так. Ты будешь помогать мне, потому что ты мне должен. И кроме того, ты будешь помогать не мусарам, а попавшему в беду парню. Между прочим, точно такую же, из которой я недавно вытащила и тебя. Ладно. Обещал, помогу. Давай знакомься с материалами дела. Ну вот это уже другой разговор. Аня, ну значит так. Главная свидетельница в обвинении Стаса, соседка, она рассказала, что после того, как Стас с Оксаной зашли, к ним в дом вбежала его новая гражданская жена Рита. Значит, есть еще одна подозреваемая, о котором следствие не знает. Ну вот видишь, я же говорила. Так что вместе будем спасать Стаса. Да. Теперь да. И Вале поможем. Сейчас заберем еще одного помощника. Ты его, наверное, знаешь. Соперник? Не потерплю. Ладно, я вообще хотел сказать, что ты, Ань, идеалистка. Улик против твоего Стаса больше, чем надо. Лорд, я все прекрасно понимаю. Привет. Привет. Начальник? Аня, ты же говорила, управление не при делах. Петрович уволился. Аня, что это? Что за контакты с уголовниками? Лорд в моей команде. Тогда прости, Яни, в твоей команде. Ой, какие мы нежные, посмотрите. Мальчики! Я видела убитую горем мать Стаса. И я уже вижу очередное наказание невиновного. Я уже вижу смерть этого невиновного. Лорд, что сделают с парнем в тюрьме вот с такой внешностью? Ну, такой симпатичный. Но лучше тебя не знать. Я уверена, Стас не убивал. От вас двоих сейчас зависит жизнь Стаса и его матери. И простите за громкие слова. От вас двоих сейчас зависит моя вера в справедливость. Нахрена он тебе нужен? Мы ведем неофициальное расследование. И мне нужны неофициальные методы расследования. Например? Например, нам не дают свидание со Стасом. А мне нужно выяснить, почему он все взял на себя. Почему он на следственном эксперименте показал, как душил девушку. И почему на следствии не сказал, что Лита застукала Стаса с Оксаной в квартире? Петрович. За полдня новое направление расследования. Браво. Ну вот, лорд, у тебя есть первое задание. Нужно к вечеру организовать телефонный звонок Стасу в тюрьму. Сможешь? Да легко. Мальчики, вечером жду вас в офисе. Только не вздумай сунуть руку мне для прощания. А ты не лезь целоваться? Кабан, брат, сколько у нас есть времени, а? Ну, минут десять. Лорд, слышишь, красавчик твой морозился. Не хотел базарить по мобиле. Решил бегать от меня. От меня не убежишь. На, Христосик, разговаривай. Стасик, сыночка, тебя там не обижают. Сыночек, послушай меня. У нас появился шанс вызвать тебя отсюда. Это Анна, она криминолог. Она сказала, что может помочь тебе в этом. Только ты должен все-все ей рассказать. Слышишь меня, сына? Все-все рассказать. Стас, я знаю, что ты не убивал Оксану. Я нашла опровержение на каждую улику, которую тебе причислял следователь. Но скажи мне, почему ты взял вину на себя? Малой, послушай меня. Тебя никто не трогает там до поры до времени. Тебе надо оттуда уже валить. Да. И тебе может помочь только Анна. Поэтому рассказывай ей все, что ты знаешь. Это мой тебе совет. Стас, я оперативник. Я веду с Аней твое дело. Мы знаем, что когда вы были с Оксаной в интимных отношениях, вас застала Рита. Да? Да. О, я тронулся, господа. Соседка рассказала, что Рита вбегала в подъезд с взволнованным лицом. Кто мог рассказать о вас с Оксаной? Я не знаю. Что произошло, когда Рита вошла в квартиру? Я это никогда не расскажу. Что? Об этом никто никогда не узнает. Да нет, он сейчас закроется. Стас. Стас, об этом действительно никто никогда не должен знать. Каждый имеет право на свои тайны. Давай попробуем успокоиться. И все-таки поговорим. Рита с Оксаной ругались? Струкались. Да они орали так друг на друга, что я схватил бутылку со стола и пил, пил ее. Что? Кого? Кого вы спасаете? Это я, виноват, что риск, что Оксану убили? Я всех убил! Я! Ого! Походу, я на трубу попал. Все, допрос закончен. Завели в камеру, дали пару раз по печени и правильно сделали. Связался с тупорылыми. Могу подытожить. Оксана убила Рита и Стас бил себе в голову, что в этом виноват он. Поэтому взял на себя все виноваты. Хоть раз сделал пацанский поступок. Да, Рита твердая подозреваемая. Но сама она убить не могла. Ей кто-то помог. Послушайте, в день убийства Рита позвонила мне и сказала, что ей нужно уехать в свой город. Я спросила со Стасом, она сказала нет. Стас спит. Замочила и сбежала, сучка. Давайте действуем оперативно. Петрович, найди мне все на Риту. Все, что сможешь достать. Лорд, ты ищешь информацию по Оксане. Любовники, подружки, кто угодно. И не забудь все записать на скрытую камеру. Есть начальник. Вотремся, запишем, привезем, узнаем. Ну что, Аня, я в тёжах доверия, как ты и просила. Как, не скажу. Это же оперативная тайна. Сейчас придет Лена и все тебе за Оксану расскажет. Подустой, идешь. А подружку моя Оксану убили. Кто? За что? Говорят, муж ее бывший Стасик, но я не верю. Приходила к нам в салон. Он, конечно, красавчик, но не мужик. Вообще, с мужиками у нее не сложилось. Любила она одного мужчину. Потом ненужная беременность, выкидыш. А кому она такая нужна? И он ее бросил. После этого Оксану как подменили. Она возненавидела весь мир. Стала знакомиться с разными мужчинами, встречаться. А потом через месяц-другой сообщала любимому, что беременна. А что, что случилось? Леша, я беременна. Ну, ты что, не рад, что ли? Ну, как бы рад, что ли. Потом с кого деньги требовала, а кто благородно соглашался жениться, посылала подальше и просто уходила. Оксан, выходи за меня завтра. Ха-ха-ха, ты что, с ума сошел? Да кому ты нужен? Романтик тоже выдумал. Прости, конечно, подруга твоя. Слушай, а это еще цветочки. Тебе сейчас такое расскажу. Я же встретила ее в день убийства здесь же, в баре. Она пришла такая вся довольная, решила Анастасу и Рите, нынешняя его, конкретно. Хочешь, я тебе видео покажу? Такое ни в одном реалити-шоу не увидела. Уже хочу. Рита, я любил и буду любить Оксану. Она моя женщина, а я ее мужчина. Ты мой мужчина, алло. Протри мозги, дятел. Да кому ты нужен? После таких Оксаны выделываний Рита легко могла ее завалить. Да, могла. Теперь мне нужна Рита. Втирайся в доверие к ней. Да я так сопьюсь. Знакомилась с Ритой Петрович. Значит так, Глобина Маргарита Федоровна, 25 лет, закончила университет имени Шевченко юридический факультет. Папа Глобин Федор Иванович, начальник городского отдела милиции, подполковник. Имеет орден за заслуги и медаль за безупречную службу, именной пистолет. Секунду. Оперативненько. Я тоже пробил Риту по своим информационным источникам. Короче, лорд, Ритуля Глобина, дочь нашего местного авторитета, кличка Федя Глоб. За глаза его называют Федя Жлоб. Начальник город дела, подполковник милиции. Начал по беспределу еще в 90-е. Отжимы там всякие, крышевание рынка, вывозы в лес. Сейчас в городе без него ничего не происходит. Поставил своего мэра и рулит. Серый братан, с меня Магарыч. Ань, Петрович, как это ни странно, на самом деле прав. Оксану завалила Рита. Но не сама. Пожаловалась о папе. Тот примчался со своими быками. Выследили девку у дома нашего ловеласа Стасика. Придушили аккуратненько. И Стасу! Ритуля отомстила. Под его подъезд труп выложила. Ну, естественно, Стаса загребли. Вполне возможно. Завтрасту нужно быть. Рита из полукриминальной семьи. Видела, как папа решает свои вопросы. Первое желание отомстить. Позвонила папе. Папа все решил по-своему. Ну что, нам нужна Рита. Лорд. Надо к ней ехать. Поговори с ней. Только будь осторожен. Ты же понимаешь, что ее папа может устроить тебе огромные проблемы. Просто поговори. Просто с ними на видео. Я начинаю свой видеоотчет для Анечки. Я сейчас нахожусь в городе Кишинева. И учитесь, как надо, знакомиться с девушками. Сейчас я легко и незаметно отработаю у Риточки телефон ее. И ей же опять ее верну. И тогда она моя. Ой, извините. Девушка, извините. Девушка, это не ваш телефон? Ой, да, мой. Спасибо огромное. Может, как-то отметим удачное спасение вашего телефона? Извините, но я с незнакомыми никуда не хожу. Я бы мог сказать, давайте познакомимся. Но я кое-что о вас знаю. И что именно? Ну, например, то, что вас недавно предал любимый человек. Вы экстрасенс? Почти. Но это я прочитал по вашему красивому лицу. А что еще вы прочитали по моему красивому лицу? Ну, например, то, что вы очень решительная девушка. Да, уж не без этого. Ну, тогда прими решение попить со мной кофе. Ну, хорошо. Ань, я реально решил выбить это признание с Ридой. Потому как я уверен, что это она заказала Оксану. Я просто сейчас реально выбью с нее это признание. И будет тем повыделываться перед этой папой. Перед этим папа тихо идет. А это у тебя шестой айфон? Можно посмотреть? Да, пожалуйста. Спасибо. Прикольно. Вот это да, столько функций. О, извини. Я просто нечаянно нажал на кнопочку. И тут бегом домой Стасик с кем-то кувыркается. А не надо тыкать, куда попало. Я не буду никуда тыкать. Милая, решительная ты наша Рита Уля. Но я тебе кое-что расскажу еще о тебе. Два дня назад ты получила эту смс-ку и поехала к Стасу домой. И где застала Стасика с Оксаной, кувыркающимся в кровати? Кто ты такой? Знаешь, я бы тоже такое не простил. Вот тут ты и грохнула Оксану. Оксана убита? Так ты же ее и грохнула, девочка моя. А потом подложила Стасику под балкон и его упаковали в мусар. Стас арестовали? Радуйся. У вас с папашей все хорошо получилось? С каким папашей? С твоим, которому ты под крылышком в его город убежала. Слушай, я не знаю, кто ты и что тебе нужно, но сейчас мой папочка все узнает. Серж, я спалился. Мне срочно надо свалить с города. Ну как, разговор получился? Ну сказать, чтоб совсем не получился, нельзя. Да? Скажи, как ты умудрилась с твоей хваленой криминологической методикой умозаключить так, что у тебя в подозреваемых оказалась дочь начальника районной милиции? Примерно такой же текст, сама понимаешь, с какими непечатными изречениями я только что выслушал от генерала, только относительно моей личности. Я прям зауважал пахана. Оперативненько работают. А с чего вы взяли, что это я? А кто? Следствие закончено, только ты попросила покопаться. Докопалась! Кстати, я выслал тебе фото твоего подопечного. Он в розыске. Все, я передаю дело в суд. Вы делаете большую ошибку. Стас Краско невиновен. Хочешь, я скажу, в чем уверен я? В том, что вообще мне не надо было с тобой связываться. И в этом вы тоже ошибаетесь. Я запрещаю вам вести какое-либо расследование по делу об убийстве Оксаны Кирюшиной. Виновность Станислава Краско доказана. Дело передается в суд. А мать Стаса утверждала, что Рита из приличной семьи. Ублюдки. Да я тебе сейчас покажу, кто ублюдки. И кто подвел Аню. И кто испортил ее карьеру. Петрович, сядь, пожалуйста. Лорд, покажи видео. Что показывать? Видео. Твой душевный разговор с Ритой. Сокращенный пересказ я уже услышала от начальника РУВД. Хотелось бы увидеть все в первоисточнике. Аня, ну зачем сейчас составлять психотип Риты? Судя по реакции ее отца, он действительно замешан в этом деле. А в нашей системе люди такого пошиба. Мают статус недоторканности. Дело передают в суд. Наше расследование закончено. А я лично и так под прицелом. И соваться не имею никакого желания. Лорд, видео покажи, пожалуйста. Оксана убита? Смотри. Когда ты говорил, что она убила Оксану, Рита искренне была удивлена. У нее слегка округлились глаза, немного приподнялись брови и расширились зрачки. Это нормальная реакция удивления, когда не знают, откуда идет опасность. Но если бы это сделала она, то с учетом ее смелости и решительности, она бы сразу тебя атаковала. Как криминолог я официально заявляю, судя по ее реакции, эта женщина не могла убить или заказать убийство. И шо? Я не понял, папаша не при делах? А для чего он такой кипиш поднял? Чиновник должен контролировать все. Деньги немало из города тянут. А тут дочь убийства. Лучше перестраховаться. Но у нас все версии закончились. Что делать будем? Продолжать спасать Стаса Кросколу. Остались любовники и несостоявшиеся папаши Оксаны. Кто-то из них мог убить. Будем выяснять, кто. Сейчас я расскажу этому романтику, что я беременна. Посмотрим на его реакцию. Здравствуй, Оксана. Привет, Саш. Ты знаешь, для меня это очень важно. И то, что я буду тебе говорить, я буду снимать на телефон. Ну, для истории. Сашка, я беременна. Ну, чего ты молчишь? Ну, что, не рад, что ли? Рад. Я даже представить себе такого не мог. Оксана не была такой. Давайте посмотрим видео ближе к дню убийства. Привет. Привет. Денис, для меня просто это очень важный момент. И потому все, что я тебе скажу, я буду снимать на камеру. Ну, для истории. Готов? Готов. Деня, я беременна. Что? Я беременна. Да что ты орешь? Вообще камеру убери. Ты что, не рад, что ли? Не рад, камеру убери, говорю тебе. Значит, я так понимаю, ты бросишь меня. Своим же ребенком, да? Камеру убери, мрак. Знаете, это Денис вполне возможно мог пойти на преступление. А можно еще раз посмотреть? Да, да, конечно. Мират, камеру убери, говорю. А кто это? Мне кажется, что-то лицо очень знакомо. По-моему, я где-то его уже видел. Ну да, точно. Он, конечно, очень сильно подстрелил, но я узнал его. Это Олег Савушкин. Савушкин. Лет 10 назад я с товарищем Леней Ивушкиным проходил свидетелем по делу об убийстве одной женщины. На наших глазах муж поздорил со своей женой. Он ударил ее, она упала и скончалась прямо там, на месте. Все это видела еще Света Данильченко. Мы тогда втроем стали основными свидетелями обвинения. А сколько ему дали? 10 лет. И через 10 лет Савушкин попадает на видео, которое снимала ваша дочь в кафе. Камеру убери, говорю тебе. Камеру убери, мрак. Ну, случайно он туда попал или нет, будем проверять. Но пока главным направлением расследования все-таки остаются ухажеры вашей дочери. Придется познакомиться с каждым. А как же я сейчас один домой пойду? А давайте я вас отвезу. Рано или поздно мы его поймаем. Спасибо вам большое. И больше боляться будет нечего. Ну да, спасибо вам. Идемте. Спасибо вам большое. Курточку назову. Да, да, да. Петрович, достань мне дело этого Савушкина. Да, Петрович. Аня, включи новости по телевизору. Любые. А что там? И когда мальчик не пришел домой, мать забила тревогу. Артем Данильченко был задушен в двух кварталах от своего дома. На видео тело мальчика, накрытое пластырой. А ты где? Я в машине. Я сейчас буду. Фамилия мальчика Данильченко. Вторая свидетельница на суде у Савушкина. Слушай, надо проверить. Может быть, убитый мальчик, это не тот Данильченко. Это тот Данильченко. У обоих трупов вытянутая конечность. Характер убийства совпадает. Слушайте, это Денис, ухажер Оксаны. Отбитый на ухо. Я к нему как к родному, а он... А кто это в кроссовках? Артем Данильченко, сын свидетельницы по делу Савушкина. Так это он пасет за Оксаной. Это Савушкин убивает детей, свидетелей, которые были на суде. Зачем? Я тебя умоляю, он отсидел 10 лет. От звонка до звонка. Прикинь, как там рвет крышу. Я сам на грани был. Короче, я пробью людей, которые с ним сидели, и узнаю, что вообще с ним там творилось. Пробей, Вова, пробей. Пока он сидел, у него сын умер. Воспаление легких. Савушкин по веренности жену порешил. Закрыли его. А малого в детдом забрали. Ну, там он и простыдился. Не удалось его спасти. Так ему нужны эти детдомовские. Да, да. Савушкин все порывал, Савуш. На похороны попасть. Места себе не находил. Ваня, Ваня, Ваня. Все время сына звал. Его даже не отпустили за примерное поведение. Кум скурился. А не в курсе, где он может быть сейчас, а? Как не в курсе? Я недавно освободился. Гду по Новокузнецкой. Смотрю, Савушкин в киоске цветами торгует. Я к нему, брателла, привет. Может, купим пару рюмах? Завстречу. А он отказался. Был мутный, так и остался. Получается, что если бы Савушкина не закрыли, то его ребенок был бы жив. Да, смерть ребенка – это серьезный мотив для мести, ты прав. Если бы Савушкин был на свободе, то никакого детдома не было бы. Ребенок был бы с ним, и вообще жизнь по-другому пошла. Ну да, тут еще три свидетеля, как назло, не отмажешься. А без их показаний он бы смог выкрутиться. И таки его ребенок был бы жив. Я думаю, что Савушкин мстит свидетелям за смерть своего ребенка. Убивает их детей глаз за глаз. В деле сказано, что у третьего свидетеля детей не было. Значит, сейчас он убивать не будет. Нужно позвонить отцу Оксану и узнать, может, родился кто. Звони. А я пойду проверю его психическое состояние. Устроим небольшую провокацию. Лордик, дай, пожалуйста, курточку и сумку. Ага. А как его сын назвали? Ваня. Здравствуйте. Здравствуйте. У моей подруги родился ребенок, хотела вот букет купить. А что посоветуете? А у нее родилась девочка? Мальчик. Такое редкое имя дали. Ваня. Вы знаете, белые цветы в больнице будут неуместны. Вот букет из нежных пастельных тонов будет в самый раз. У вашего друга по делу Савушкина дети есть? Есть. В смысле? Да недавно родился. Они с женой очень долго его добивались. Жена долго лечилась и месяц с тобой родился. Мальчик, а что? Так, нам срочно нужно встретиться. Втроем с вашим другом. Судя по его реакции, он потух. Сделал намеченное и зарылся в нору. Что, все? Успокоился душегубец? Жалко. Это бы я ему кадык вдавил бы. В ближайшее время он убивать не будет. Ну, если не произойдет чего-то сверхъестественного. Уже произошло. Что? У друга отца Оксаны, Лени Ивушкина, месяц назад родился долгожданный сын. Если ты говоришь, что в ближайшее время убивать он не будет, значит, он ничего не знает о рождении ребенка. Нашему клиенту работенка подканала? А если узнает, он уйдет на дно. А вот когда и где будет пытаться убить, нам неизвестно. Ребенок в серьезной опасности. Да, милиция охранять ребенка не будет, а Савушкина мы арестовать не можем. У нас нет фактов. Моего ребенка могут убить? За что? За то, что вы были свидетелями в деле Савушкина. А значит, виновниками его трагедии, смерти его ребенка. Ну, ладно мы. Но при чем здесь дети? Он психически больной человек. Да как ты не можешь понять, Лень? Этот зверь хладнокровно задушил мою дочь и потом аккуратно все это выложил. Точно так же он поступил и с сыном Светы Данильченко. Тогда я сам его убью. Где его найти? Вы сядете в тюрьму. Леня. Это очень страшно, когда знаешь, что твоему ребенку угрожает смерть. Я сам с этим не раз сталкивался. Поверьте мне, зверь сейчас затаился. Он же не знает, что у вас родился ребенок. А если он случайно об этом узнает, у нас не будет возможности его контролировать. Единственная возможность это спровоцировать его на активные действия сейчас. Выследить и схватить по личным. Я согласен. Ну где твои подставные? Я задолбался уже стоять здесь. Твоя задача вести его, как только он покинет киоск. Слышь, начальник, хоро включать директора. Давай проводи свои эти провокации. То я пойду сейчас, выхвачу этого козла, возьму этот букет роз, засуну ему в жопу. И у него все желание пропадет убивать. Останется только одно. Вытаскивать и дарить эти цветы. Внимание, идут. А ты уверен, что Ивушкин с отцом Оксаны не набросится на него сами там? Все возможно. Ваня! Привет, привет! Как там твои волосы жарнукает? Да нет, пока только улыбается. Он еще маленький совсем. Ты себе не представляешь, как я рад, что у тебя ребенок родился. Посмотри внимательно, как он преобразился. Выявилась жесткость во взгляде. При этом он в глаза прищуривает. Так делают, когда берут какой-то объект на прицел. Он сейчас как охотник, который вышел в поиски. Конечно. Идем, иди, мы идем. Думаешь, готов убивать? Уверен. Отзванивайся мне через каждые 10 минут. Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо. Ушел, падла, ушел. Ты представляешь, всю дорогу вел нормально. Тут этот детский магазин, там люльки, кроватки на витрине. Он остановился. Буквально на секунду отвернулся, поворачивая его след простым. Твою ж мать, а! Мы же теперь не знаем, где он нападет. Дома, в поликлинике, черт знает где. Так, нужно звонить Ивушкину. Пусть увозят ребенка в любое безопасное место. Операцию нужно отменять. Не надо ничего отменять. Я знаю, где он нападет. Говоришь, он долго смотрел на витрину с кроваткой? Очень долго. Будет убивать в Колыбели. Ну что, падла, хрящики не ломаешь? А-а-а! Нет! Аккуратней, убьешь! А мне отвечай. Аккуратней. Суки менталские! Нет! 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 Слышишь, начальник? Одно скажи. Действительно, Ивушкин, сына родил. Родил. И он будет жить. А ты, сука, не жить будешь, а поджевать. Ты забыл, что делают с такими, как ты, на зоне. Да, да, подозрения подтвердились. Можешь высылать группу захвата. О, сейчас мусор ровно бежит. Я пошел. Вов. Да? Спасибо тебе. Я всегда рядом. Аня, ну ты бываешь убедительна и очень настойчива. Тем более, умные и красивые женщины в наше время – это редкость. А редкость надо поддерживать. Спасибо, Григорий Анатольевич. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok